Игорь Николаевич, спасибо, что пришли с нами пообщаться здесь в питерский офис, если так можно выразиться, Россия 24. Традиционный вопрос для питерского форума. С чем вы приехали в северную столицу? Я приехал в первую очередь провести некоторые встречи здесь в Санкт-Петербурге. Я участвую не первый год, это уже шестой или седьмой год подряд, когда принимаю участие в работе этого форума. Безусловно, ситуация очень непростая, экономическая, социальная. Что будет происходить в России, в странах СНГ, влияет очень серьезно на то, что происходит в Молдове. У нас очень серьезный товарооборот странами таможенного союза, сейчас более 35%. Поэтому, безусловно, тенденции, перспективы, только что был на очень хорошем, интересном круглом столе, все это нас очень интересует. Кроме этого, была возможность выступить с нашей позицией по тем вопросам, которые происходят в Республике Молдова, по тому, что следует ожидать после подписания соглашения об ассоциации с Европой, если это произойдет. Расскажите, что следовало бы ожидать после этого? Я сразу вас перебью, потому что это самое интересное. Это очень важный момент. Знаете, парадоксально для некоторых экспертов и наблюдателей, почему в Молдове, которая вроде бы очень близко к Европейскому Союзу, проводится очень серьезная, интенсивная информационная пропаганда за Европейский Союз, за американские ценности. Вот почему в этой ситуации в Молдове более 56% населения за Таможенный Союз? И это показывает абсолютно все опросы. Кстати, партия социалистов, председателем которой я являюсь, добивается уже несколько лет подряд, чтобы в Молдове провели референдум, чтобы людей спросили, куда люди хотят, на Запад или на Восток? Так власть понимает, что большинство населения за Таможенный Союз, за Россию. Они всячески пытаются этот референдум как-то не дать возможность проводить. Кстати, очень интересно, в марте запретили законом проведения местных референдумов по этим вопросам. Несмотря на позицию большинства населения, эта власть проевропейская пытается 27 июня, уже объявили дату, подписать соглашение об ассоциации. Очень быстрыми темпами после этого, в течение недели, попытается ее ратифицировать в парламенте Республики Молдова. Я уверен, что после этого экономику Молдовы ждет очень серьезные проблемы. Я не хочу быть слишком большим пессимистом, не хочу говорить такой терминологией «коллапс», но проблемы экономические будут серьезные. Потому что на данном этапе 35% экспорта молдавского – это страны Таможенного Союза. 67% населения Молдовы, которые работают, людей работают за рубежом – это страны СНГ. Около 65%, ближе к 70% перечислений за рубежа – то, что поступает в Молдову и поддерживает экономику нашей страны из России. То есть вы потеряете, таким образом, очень важный рынок. И вот в этой ситуации подписывать соглашение с Европой, подписывать соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом, я думаю, что для молдовской экономики это будет коллапсом. Мы пытаемся это довести до властей, мы пытаемся это объяснять с парламентской трибуны, мы проводим митинги, мы проводим очень серьезную работу с населением. Но эта власть, которая, ну, понятно, поет и танцует под дудку европейцев и американцев, я не побоюсь этой терминологии, потому что буквально несколько недель назад я выступал в парламенте и спрашивал нашу власть, наше правительство, а почему вы поехали в Вашингтон сразу после того, что случилось на Украине? Почему вы не поехали в Россию? Потому что у нас там экономика, у нас там наши люди. Они почему-то поехали за какими-то поручениями в Вашингтон. Так вот в этой ситуации власть не хочет слушать мнение большинства народа и, скорее всего, подпишет это соглашение и, скорее всего, ее ратифицирует. Очень важно, что будет дальше после этого. Очень важно с точки зрения экономики, с точки зрения политики. Здесь я хочу еще один момент очень важный. В конце этого года будут парламентские выборы в Республике. По всем опросам левоцентрические партии, включая партии социалистов, могут вместе набрать большинство парламентов. Вы рассчитываете на коалицию, соответственно? На данном этапе есть две партии левоцентрические, включая партии социалистов Республики Молдова, которые по всем опросам, включая американскими, местными, европейцами, проходят парламент и берут парламентские большинства. Я считаю, что следующая власть в Молдове будет левоцентрической, промолдавской. Я сейчас не говорю пророссийской, либо проевропейской. Будет промолдавской. Я уверен, что следующая власть должна провести референдум по геополитическому выбору Республики Молдова. На основании этого референдума, который, скорее всего, люди выскажутся за таможенный союз, нужно будет денонсировать все эти соглашения, которые противоречат интересам Республики Молдова. Можно ли здесь говорить, что сейчас, в последнее время, пока в Молдове думают о том, выбросили как раз ассоциацию с Европейским Союзом, либо, как считает 56% населения, судя по тем данным, которые вы привели, остаться работать, ну не остаться работать, а войти в таможенный союз, уже работать по новым правилам. Можно ли здесь говорить, что здесь как-то на второй план сейчас? Сейчас вряд ли, конечно, но вот звучит это так, что ушла проблема Приднестровья, что экономика как бы отодвинула немножко вот бумаг политиков. Знаете, то, что происходит в нашем регионе, на Украине, в первую очередь, безусловно, ни в коем случае не сдвигает Приднестровье на втором плане. Я думаю, что проблема Приднестровья, и кроме Приднестровья есть и Гагаузия, это регион на юге Молдовы, становится более актуальным, и звучит более остро. В Гагаузии и в Приднестровье прошли такие референдумы, которые я говорю. Мы предлагаем национальный референдум, и когда они запретили национальный, мы начинали проводить местный референдум на уровне разных регионов. Так вот, в Гагаузии 2 февраля этого года был такой референдум, где 97% населения высказались за таможенный союз. В Приднестровье тоже были такие референдумы, там тоже более 95% за таможенный союз. Так вот, в этой ситуации еще одна очень большая опасность движения в сторону Европы. Мы можем потерять страну, потому что понятно, что Приднестровье, и, скорее всего, и Гагаузии не согласятся с европейским вектором, с европейской интеграцией Республики Молдовы. Поэтому таможенный союз, с нашей точки зрения, это не только решение социальных, экономических проблем, это и гарантия сохранения государственности Республики Молдовы. В какой форме будет эта государственность, это очень важно. По нашему мнению, по мнению партии социалистов, которые я представляю, единственный выход для того, чтобы сохранить нашу страну, это создание федеративного устройства государства. Я с этим впервые выступил в парламенте Республики Молдова два года назад. В прошлом году я взял на себя риск. Наша партия разработала концепцию федерализации Республики Молдова. Хочу напомнить, что мы были очень близки к решению этой проблемы. Это так называемый план Козака 2003 года, который решил бы все проблемы. Сейчас этих вопросов вообще бы не было. Я уверен, что если бы в 2003 году Воронин и коммунисты не дали задний ход, то мы бы все эти проблемы решили бы тогда. И у нас бы не было сейчас повода для того, чтобы говорить о каких-то там сепаратизме и так далее. Федеративное устройство для Молдовы – это единственный выход. Я уверен, что если бы на Украине два-три года назад подумали бы и начали серьезно рассматривать федеративное устройство государства, то они бы не дошли до этой ситуации. Создали бы систему противовесов и гарантий внутри федеративного устройства для того, чтобы страна сохранилась. Я уверен, я буду добиваться, и мы будем настаивать в том, что для Молдовы это единственный выход. Иначе, знаете, есть очень много, которые говорят сейчас в Молдове, в основном это униунисты, прорумынские политики, которые говорят, что Молдова – это временное государство. Которые говорят, что давайте вот часть Молдовы мы будем присоединять кому-то к Румынии. Так вот, без Приднестровья, без Гагаузии планы вот этих горе-политиков, униянистов, экстремистов, безусловно, могут быть на каком-то этапе воплощены в жизнь. Для того, чтобы препятствовать этому, сохранить государство, нужно найти общий язык с Гагаузией, с Приднестровьей. Это возможно только в рамках федерации. Ну, будем надеяться, что все обойдется без такого рода событий, которые мы видим на Украине в первую очередь. И удачи вам на площадках Питерского экономического форума. И надеюсь, что некоторые ваши позиции вы донесете до тех людей, которым вы хотите донести. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.